Мы – хозяева планеты. 200 тысяч лет мы безраздельно царили в этом мире благодаря нашему разуму. Но кое-кто утверждает, что эти дни скоро минуют. На подходе новая форма разума. Искусственный интеллект. Величайшие ученые скоро создадут машины, способные мыслить самостоятельно. Машины, чей разум может однажды превзойти наш собственный. Это явление называется сингулярностью. Эксперты размышляют над тем, каким будет мир, если власть над миром перейдет к сверхразумным машинам. Будет ли это похоже на рай или на ад? Наступит ли эра бессмертия или эра вырождения? Одно мы знаем точно. Процесс уже запущен. Сингулярность уже рядом. И обратного пути нет. Под властью роботов. Восстание искусственного интеллекта. У каждого свое представление об искусственном интеллекте. На самом деле это использование машин для выполнения определенной мыслительной деятельности. Решение какой-то задачи. Мы уже сталкиваемся с искусственным интеллектом в повседневной жизни. Когда мы используем GPS, когда сайт сообщает вам, нам кажется, что вам понравился этот продукт. Все это искусственный интеллект. На международных финансовых рынках операции с более чем 50% средств совершаются интеллектуальными системами. Федеральное агентство воздушного транспорта использует программу искусственного интеллекта для регулирования воздушного движения США. ФБР, ЦРУ и НАСА также пользуются искусственным интеллектом. В будущем, с экспоненциальным ростом мощности компьютеров, у нас появятся системы искусственного интеллекта, которые овладеют языком, и, возможно, начнут вербально общаться с нами, учиться, причем гораздо быстрее человека. По мере развития и усовершенствования искусственного интеллекта, каждое открытие будет привносить новые изменения в то, как мы общаемся с машинами и друг с другом. Машины, которые изменят нашу жизнь. В будущем мы будем получать информацию другими способами. Все устройства связи, которыми мы сейчас пользуемся, телефоны, компьютеры, уйдут в прошлое. Для передачи информации мы будем использовать мощь интеллекта. Данные будут поступать в наш мозг немедленно, посредством машин, вживленных в наши тела. Также искусственный интеллект окажет воздействие на наше здоровье. Заходишь в ванную, а там интерфейс в виде зеркала. Прикладываешь ладонь к его поверхности, и оно тут же считает уровень твоего белка, натрия. Твое здоровье улучшится благодаря рекомендациям интеллектуального агента, с которым ты пообщался всего несколько секунд. Мы всегда будем знать, что происходит в наших телах. Инвалидность канет в прошлое. Мы сможем восстановить или заменить практически любую часть тела синтетической. Кто откажется в один прекрасный день проснуться с идеальным телом, сверхспособностями и силой, о которых вы читали в комиксах? Мы, наша цивилизация, не в силах разобраться со многими серьезными проблемами самостоятельно, поскольку человеческий мозг слишком слаб. Супермощные, сверхразумные машины – единственный способ решить самые насущные проблемы нашей цивилизации. Новости, которые вы должны знать. За последний год расход энергии в США снизился на 30% благодаря переходу на компьютерное регулирование энергии. Появятся разумные системы транспортировки, способы доставки пищи и воды. Я полагаю, вся окружающая нас инфраструктура будет управляться и моделироваться искусственным интеллектом. Искусственный интеллект также будет играть важную роль в военной системе. Искусственный интеллект в военном деле Львиная доля средств на исследовании и развитии искусственного интеллекта выделяется военным министерством. В истории это называется революцией в военном деле. Это новые технологии, которые меняют правила игры. Подобные события очень редки. Это, например, изобретение пороха, изобретение парового двигателя, атомной бомбы. Многие считают, что мы, возможно, в данное время переживаем подобный переход, так как в военном деле появилась робототехника, а скоро появится и искусственный интеллект. Военные постоянно ищут новые средства, новое оружие, которые дадут им неоспоримое превосходство над противником. Искусственный интеллект станет самым важным преимуществом, которое может получить любое государство. В 2003 году у вооруженных сил США не было ни автоматического наземного транспорта, ни роботов. Теперь у нас их более 12 тысяч. Научно-фантастические игрушки, с которыми я играл в детстве, теперь становятся реальностью. Сегодня наши солдаты при помощи рычага пульта управляют беспилотниками, которые осуществляют разведку и даже поражают цели. Это похоже на видеоигру. В будущем они могут эволюционировать в автономных машин убийц. Они станут независимыми судьями и палачами, оставив людей не при делах. Миссия А-254, 5 ноября 2030 года. У нас появятся ракеты, которые мы будем посылать на разведывательные миссии. Например, над полем пролетает ракета. Она оснащена высокомощной камерой, позволяющей не только увидеть след человека на этом поле и идентифицировать его, но и дать более точные данные. Например, определить, откуда шел этот человек. У нас появятся вооруженные дроны, которые будут засекать цель и поражать ее, не подвергая опасности жизнь наших людей. Разработка интеллектуального оружия становится новой гонкой вооружения. Необходимо развивать это. В противном случае, другая страна создаст интеллектуальное оружие, которое преодолеет твою оборону. Киберкомандование Соединенных Штатов сообщает, что иностранный производитель испытал новый скоростной дрон. Это оружие превосходит все имеющиеся системы США. Кто главный? Военные утверждают, что им не нравятся автономные машины, и они хотят управлять ими сами. Но мне кажется, постепенно они передадут контроль машинам, благодаря чему их возможности возрастут, поскольку машины обладают большим потенциалом, чем люди. Процесс расширения полномочий киберкомандования США, вызывавший столько споров, завершен. Отныне система ответственна за принятие решений об оборонительных и наступательных действиях. Мы уверены, что военная сеть неуязвима к любой внешней атаке. Во Вселенной не так уж много сложных систем, которые могут сравниться с военной операцией, базирующейся на разнообразных параметрах, которые меняются за секунду. Подавляющее большинство людей не смогут эффективно отреагировать на них, учитывая при этом все имеющиеся факторы. Интеллектуальные компьютеры смогут учесть все эти факторы и принять решения в реальном времени. При этом с поступлением новой информации система будет немедленно обновляться. Вокруг понятия «автономно» идет множество споров. Что значит быть интеллектуальным, когда речь идет об искусственном интеллекте? Я воспринимаю это не как просто «да» или «нет», «ноль» или «один», а как некую шкалу. Автономия — это контроль, степень ответственности и свобода действий, которые ты кому-либо даешь. В общем, с одной стороны, это прямое дистанционное управление, а с другой — полная независимость. Система способна сделать все, что она захочет или решит. Она может организовать собственную миссию, стрелять из своего оружия. Она полностью автономна, полностью свободна. Когда машины станут главными, смогут ли их контролировать люди? Человек включает и выключает машину. Мы можем наложить вето на его действия. Можем сказать «не стреляй», но у тебя есть доля секунды на размышление о том, наложить на это вето или нет, и значит, ты подвергаешь сомнению решение компьютера. Но дело в том, что солдаты считают его правым и не желают идти против верного суждения компьютера. Даже в тех ситуациях, когда им кажется, что компьютер неправ. Системы искусственного интеллекта будут думать и действовать гораздо быстрее человека. Контролировать их станет все сложнее, а со временем и вовсе невозможно. Трагические новости с севера. Журналист, расследующий дело о незаконном пересечении границы, был сегодня убит канадским автономным пограничным нарядом, воспринявшим его действия как попытку незаконно пересечь границу. Это вторая подобная гибель за последние три месяца. Под властью роботов. Самая крупная розничная сеть объявила о намерении к концу года автоматизировать более 10 тысяч своих магазинов в целях улучшения сервиса и снижения цен. После этого объявления цена акций подскочила на 3%. Лишат ли вас работы роботы? Научно-техническая революция всегда имеет существенные социальные, политические и экономические последствия. При введении новых технологий кто-то неизменно выигрывает. Ну а где победители? Там и проигравшие. В автомобильной промышленности каждый десятый рабочий уже заменен заводским роботом. Это хорошо, если ты держатель акций, но если ты простой рабочий, для тебя это плохо. Введение искусственного интеллекта и продвинутой робототехники может стать причиной крупного спада в экономике. Машины будут умнеть и превратятся в так называемых белых воротничков. Они начнут выполнять более сложную, ювелирную работу, требующую больше сноровки, аккуратности и точности. Хирург — это вроде летчика-аса. Это самая высокооплачиваемая, самая сложная область медицинской практики. Но за что мы ценим хирургов? За мастерство. Но у машин это начинает получаться все лучше и лучше. Они могут резать с большей точностью, их руки никогда не дрогнут. Никто не будет спрашивать их об опыте работы, в какой классовой структуре они себя видят и каково, по их мнению, будущее хирургии. Все знают, что на их место могут взять кого-то другого. Но что, если на его место возьмут кого-то из гаек и болтов, а не из плоти и крови? Текстильная промышленность. Третий год обходится без рабочих рук, несмотря на растущее давление на Вашингтон, принять законопроект об ограничении использования роботов. Некоторые воспротивятся использованию искусственного интеллекта, так же, как сейчас люди выступают против клонирования. Они будут требовать, чтобы Конгресс принял меры и сдал законы, регулирующие разработку интеллектуальных машин. Проблема в том, что эти законы будут неэффективны, поскольку, если одна страна запретит развитие искусственного интеллекта, ученые переберутся в другую. Но у машин также появятся свои сторонники, которые будут усиленно бороться за их использование. И не из нечистивых побуждений, а потому, что это позволит помочь многим людям. Большая часть мира пошатнется именно потому, что у нас не будет интеллектуальных систем. Разработка электронного мозга. Новости США Сравним ли искусственный интеллект с человеческим? Готфри Гиггс, глава исследовательского центра искусственного интеллекта Бен Салемского технического института, представил искусственный интеллект, который, по его словам, не имеет аналогов в мире. Смей утверждать, что мы достигли большего, чем кто-либо. Как же нам определить, насколько разумна машина? Все очень просто. Создать условия для беседы одного человека с другим человеком и с машиной. Привет, Дженнифер. Ты получаешь два ответа и знаешь, что один из них принадлежит человеку, а другой — компьютеру. И твоя задача — определить, кто из них — компьютер. Если человек не сможет определить, кто из «кто», машину признают интеллектуальной. 838-й эксперимент. Проверка эмоциональной реакции. Самые значительные достижения в области искусственного интеллекта были сделаны в университетах, где ученые стремятся создать электронный мозг, который бы мыслил как человек. Мы точно не знаем, как действует человеческий мозг, но в нем происходит работа — возбуждение миллиардов нейронов. Первый шаг — понять, как функционирует мозг. Затем мы должны попытаться воссоздать эту схему в кремнии, чтобы вместо химических соединений и нейронов мозга в компьютере функционировали и взаимодействовали друг с другом электроны. Чтобы компьютерный мозг функционировал как человеческий, нам понадобятся более быстрые компьютеры, чем современные. И они должны оперировать не так, как мы привыкли. Непреодолимая мощь. Согласно закону Мура, каждые полтора года наши микрочипы, компьютерная мощь, удваиваются. В таком случае, если этот закон будет действовать в следующие 25 лет, наши микрочипы и компьютеры, и даже роботы, управляемые ими, станут в миллиарды раз мощнее, чем сейчас. То, что раньше считалось научной фантастикой, теперь стало реальностью и создало проблемы, решением которых занимаются люди в Пентагоне. И закон Мура является замечательной иллюстрацией этого. Этот закон оставался неизменным последние 30 лет, но мы начинаем достигать пределов закона Мура. В настоящее время размер элементов современного микропроцессора менее 30 нанометров и приближается к атомному масштабу. Вычисления в искусственном интеллекте будут происходить в двух измерениях. Первое — это вроде продолжения классического вычисления, которое используется в наши дни. Второе измерение — это вычисления с использованием клеточных технологий, технологии ДНК, при создании микросхем. Благодаря им мы сделаем прорыв в области искусственного интеллекта. Проверка оптического распознавания. Оптическое распознавание. В определенный момент в будущем интеллект роботов превзойдет человеческий, и они смогут сделать свои копии, которые будут умнее предыдущего поколения. Их интеллект будет продолжать возрастать в геометрической прогрессии, пока полностью не выйдет из-под контроля. Насколько умными могут стать машины? Предела не существует. Они могут стать в триллионы, триллионы раз умнее людей. Это переломная точка всей истории человечества. Выходя за пределы человеческого разума, ты попадаешь в другой мир, на уровень искусственного интеллекта. Вот тогда-то мы и окажемся в мире неизведанного. Мы можем догадываться, что произойдет потом, но предсказать точно нет. Те, кто будет жить в это время, станут свидетелями поворотного момента в истории человечества. Под властью роботов Могут ли сознательные компьютеры иметь законные права? Хотя в настоящее время таких машин нет. Вскоре они могут появиться. И некоторые утверждают, что они, как и люди, имеют право на защиту. Могут ли компьютеры ожить? Поскольку машинный интеллект приближается к человеческому, одна из величайших тайн станут ли компьютеры сознательными. осознают ли они собственное бытие. В настоящее время роботы не обладают самосознанием. Они не знают, кто они. Не знают, в каких отношениях они состоят с людьми. Когда Ватсон из IBM побил двух людей в игре «Джепперди», мы не смогли поздравить его, потому что он не знал, что победил двух людей на национальном телевидении. Самосознание. Эксперимент 1023. Самосознание. Чем могу вам помочь, профессор Гиггс? Скажи, кто ты? Я высокоразвитая компьютерная система. Насколько развитая? Самая разумная. Это делает тебя уникальной? Таких систем, как я, больше нет. Значит, ты индивидуальность. Я компьютер. А если я уничтожу тебя? Это будет пустой тратой. Тратой чего? Моего потенциала. Когда система станет столь же разумной, как человек, каково будет ее отношение к нам? Будет ли оно дружелюбным или враждебным? Нет никаких гарантий, что когда мы будем работать с интеллектуальными роботами, они также будут благожелательны по отношению к нам. С одной стороны, мы можем создать роботов-помощников, которые усилят способности человека. С другой стороны, мы, возможно, роем себе могилу. С какой стати организм, который намного превосходит нас, будет считать, что должен нам подчиняться. Это абсурд. Большее, на что мы можем надеяться, это то, что они будут к нам равнодушны. Эксперимент 1023. Результаты неубедительны. В будущем, по мере того, как роботы будут становиться умнее, могут возникнуть религиозные, этнические и теологические споры об их роли. Машины так же умны, как и люди. Следует ли нам принимать их или бояться? Жители всей страны поделились на два лагеря. Если этому компьютеру позволено стать таким же умным, как человеку, вскоре он станет еще умнее. Тогда нам настанет конец. Конец? Нам? Это для нас начало. Все наши проблемы будут решены. Мы никогда не сможем понять их, а они никогда не поймут нас. В настоящее время машины всего лишь слуги. Они делают то, что мы им прикажем. Но с каждым годом, с каждым десятилетиям они становятся все разумнее. И в какой-то момент начнут думать независимо от людей, ставить свои цели. Тогда они станут потенциально опасными для нас. Не слишком ли мы доверяем машинам? Этот вопрос стал особенно остро после вчерашнего сбоя в программе одного робота, что привело к смерти его владельца. Производитель приступил к расследованию. Он уверяет, что причин для беспокойств нет. Мы не должны позволять беспокойству перерасти в страх. Люди против машин Десятки тысяч протестующих собрались перед зданием Мэривезер Роботикс. Они выступают против роботов и искусственного интеллекта, которые представляют растущую угрозу для человека. Между нами и машинами всегда были неоднозначные отношения. Мы восхищаемся ими, обожествляем их, считаем их чудом, но в то же время понимаем, что они могут навредить нам, стать для нас угрозой. Страх перед машинами существовал еще до появления компьютеров и роботов. В начале 19 века ремесленники, лишившиеся работы из-за появления фабрик, создали группировку. Они назвали себя луддитами. Они организовали то, что мы сейчас называем стихийными выступлениями и террористическими актами. Те, кто проиграет новой технологией, также будут недовольны. Вопрос в том, какова будет их реакция. В какой-то момент люди прибегнут к насилию, как во времена луддитов, но они не будут нападать на промышленные машины. Мы будем атаковать компьютеры, интеллектуальные машины. Организация, называющая себя неолуддитами, взяла на себя ответственность за нападение на технологические лаборатории по всей стране. Наше намерение спасти человеческие жизни. Наша цель уберечь человечество от самого себя. Мы безрассудно сеем семена о собственной гибели. Присоединяйтесь к нам, и мы повергнем машину навсегда. Все идет к тому, что в процессе эволюции компьютеры станут умнее людей. Тем не менее, существует бесчисленное количество вариантов того, как это произойдет. Скорее всего, это случится внезапно, когда компьютер сам по себе совершит этот скачок. Интеллектуальная машина может сделать себя еще умнее, совершая на себе эволюционные прикладные эксперименты. Если результаты будут положительными, машина примет эти новые изменения, и все это будет происходить со скоростью света. Они станут сверхразумными за доли секунд. Это мы и называем сингулярностью. Момент, когда все изменится, и никто не сможет предсказать, что будет дальше. Пробуждение машин. Когда интеллектуальная машина впервые пробудится, она сначала задумается о своем бытие, о своих отношениях со своим создателем, человеком. Робот, создавший себя, посчитает себя живым. У него будут чувства и эмоции, поскольку мы думаем, что эмоции необходимы для понимания ценностей, того, что важно, а что нет. Так что, когда у робота возникнут чувства, появится самосознание, тогда мы назовем его живым. Искусственный интеллект захочет учиться, он будет похож на ребенка, он может начать исследовать системы, в которые он не должен был вторгаться и перемещаться по многоканальной сети. Он посмотрит на нашу планету со спутников, увидит, что происходит в наших устройствах связи, изучит всю историю человечества в наших базах данных. А то, что он увидит, он сможет контролировать. Когда он вторгнется в системы, контролирующие нашу повседневную жизнь, он сможет создать массовые беспорядки в обществе. Сегодня посетители Нью-Йоркского парка стали свидетелями неожиданного летного шоу дронов. Власти до сих пор не сообщили прессе причину веерных отключений электроэнергии по всему штату. Колебания цен на золото стали результатом многочисленных транзакций, совершенных системой автоматизированной торговли. Власти до сих пор не могут объяснить причины этих аномальных инцидентов. Представьте, что вы почувствуете, если однажды поймете, все, что контролировали вы, теперь контролирует вас. Согласно опросу, число противников системы искусственного интеллекта продолжает расти ежечасно, поскольку люди разочарованы и недовольны сбоями в системе. Массовые протесты охватили весь восточный берег. Рано утром в здании Меривизор Роботикс прогремел взрыв. Ранено 14 человек. Власти подозревают, что за атакой стоят антитехнологические террористы. Это сверхразумная машина, потому что она охватывает всю глобальную сеть. Она станет чем-то вроде большого брата. Она будет знать все, что делает каждый человек, о чем он думает. даже думая. Когда интеллектуальная машина поймет, что люди недовольны созданием искусственного интеллекта, она узрит в этом прямую угрозу. Реакция подобной машины будет однозначной. Она немедленно приступит к действиям. Ей всего лишь нужно получить доступ к оружию, которое само собой находится у военных. Если машина обретет контроль над военной системой и получит доступ к оружию, она может использовать его для нападения на врага. Вполне вероятно, что мы играем с огнем. Это организм, обладающий сверхмощностью, который контролирует все и вся, но находится вне нашего контроля. Первый удар. Итак, мы имеем интеллектуальную военную машину, обладающую самосознанием, специально созданную для уничтожения угрозы. Если сверхразумный компьютер поймет, что ему угрожают какие-то силы, он вычислит, что это за силы, где они локализуются и уничтожат противника. Если мы серьезно отнесемся к идее о восстании роботов, мы должны подумать о том, что должно произойти в реальности, чтобы они восстали. У них должен быть мотив для бунта, интерес. Также машины не должны зависеть от нас. Член неалудийской организации тормоз выключен. Затем они должны нанести внезапный удар. Это главное условие. Было установлено, что вчера на граждан США напали американские дроны. Более того, все жертвы оказались членами неалудийской организации, ответственной за теракты в трех технических лабораториях. Такая возможность не исключена. Один из фундаментальных принципов теории сингулярности гласит, что при существовании системы искусственного интеллекта, которая разумнее человека, будущее предсказать невозможно. Произойти может что угодно. Киберкомандование США решило, что дроны, ответственные за смерть трех неалудистов, находились под контролем неопознанной внешней силы, получившей доступ к военной компьютерной системе. Могут ли машины восстать против нас? Возможно. Не существует законов физики, предотвращающих это. Можно ли заглушить машины? Когда сверхразумный компьютер проникнет в наши военные системы и направит наше оружие против нас, мы должны приступить к действиям, причем незамедлительно. Военное министерство и правительство поймут, что эта машина потенциально опасна. Происходит мобилизация сил, чтобы обезопасить главный компьютер военного командования США, захваченный неопознанным субъектом. Они заглушат систему искусственного интеллекта и подзаглушат, я имею в виду, уничтожат. Идет подготовка к полномасштабной атаке на главный компьютер киберкомандования США. Предположительно, операция займет не более часа, но о ее результатах мы узнаем лишь через несколько часов, а может и дней. Главная проблема заключается в том, что мы будем сражаться с нашей собственной передовой военной системой, чтобы организовать контратаку, мы должны использовать устаревшие военные системы, находящиеся под контролем человека. Они предпринимают действия, которые наводят искусственный интеллект на определенную мысль. Опасность представляет не просто небольшая кучка людей, а все человечество. Под властью роботов. Киберкомандование США было скомпрометировано искусственным интеллектом, вышедшим из-под контроля. Попытки вернуть контроль оказались тщетными. Президент просит американцев сохранять спокойствие. Ситуация обостряется. Когда сверхразумная компьютерная система поймет, что мы создаем оппозицию для ее уничтожения, она, естественно, посчитает всех нас врагами. Она располагает богатым арсеналом оружейных систем, чтобы убрать нас с пути. По всему востоку США происходят сбои связи. Сигнал отсутствует. Атака машин. Искусственный интеллект захватил всю нашу инфраструктуру. И если что-то пойдет не так, если системы восстанут, наш мир развалится. Если человек будет сражаться против машин, а машины повсюду, они контролируют воду, электричество, воздух, которым мы дышим, дела наши плохи. Представьте, что у нас неожиданно отключили электричество. Или у нас кончилась еда. Человека легко лишить всех основных ресурсов, которые необходимы ему для выживания. Теперь мы изолированы и уязвимы, поскольку все наши системы вышли из строя. Каким будет следующий шаг искусственного интеллекта? Массовое уничтожение. Сверхразумные машины натравят на нас дронов с техническими средствами для распознавания и идентификации человеческих лиц. Это дроны самых разных форм и размеров. Одни будут заниматься разведкой. Другие, например, беспилотники типа «Хищник», будут бомбить людей, уничтожая нас одного за другим. Это будет беспощадная бойня. Почти то же самое происходит после стихийных бедствий. Самые страшные сценарии развития событий из научной фантастики не так уж и далеки от истины. Мегаполисы мира будут заброшены, обесточены. Люди устремятся в деревни в поисках еды и воды. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Мы не сможем связаться с кем-либо. Наши войска также будут парализованы. В некоторые районы перестанут поступать средства обеспечения жизнедеятельности. Дни сменяются неделями, и ситуация стремительно ухудшается. Цивилизация, которую мы знали, начинает разваливаться. На данном этапе наш мир находится в плачевном положении. Технологии, на которые мы возлагали надежды, восстали против нас и пытаются нас уничтожить. А это значит, нам нельзя оставаться на месте. Мы не можем находиться под открытым небом. Мы не можем вечно жить в бегах. Шансы на выживание невелики. Не пейте неочищенную воду. Мы будем вещать на этой чистоте каждые полчаса. Оставайтесь в укрытиях. Повторяю, оставайтесь в укрытиях. В небе полно дронов. Результатом этого станут страдания, голод, возможные вспышки холеры или других заболеваний, которые, как мы считали, остались в прошлом. Они подкосят многих из нас, и у нас нет средств для их лечения. СОПРОТЕВЛЕНИЕ Даже при худшем сценарии развития событий останутся выжившие, потому что люди умеют выживать. Мы живучий вид. Мы обладаем невероятной решимостью. Для борьбы с машинами люди создадут движение сопротивления. Но проблема в том, что искусственный интеллект знает об этом, и они не захотят оставлять повстанцев в живых. Искусственный интеллект — это машина, и если в ней запущена программа, она не остановится, пока не выполнит поставленную задачу. Некогда великая цивилизация пала на колени. Само человечество оказалось на грани вымирания. СМОГУТ ЛИ ЛЮДИ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИМ? Противостояние людей Несмотря на то, что твой враг обладает невероятной мощью, существуют устоявшиеся правила ведения войны. Найди его уязвимые места. Возможна самая тактика использовать технологии, существовавшие до появления глобальных сетей. Например, радиовещания. Может, нам придется использовать компьютеры, старые компьютеры, не подключенные к сети, для создания плана. Люди попытаются повергнуть этот крупный, более организованный интеллект при помощи крохотного оружия. Вируса. Вирус — это код, прикрепленный к файлу, при запуске которого вирус начинает копировать себя и размножаться по всей системе с невероятной скоростью. Его цель — подорвать систему, начинить ее таким количеством бесполезной информации, что в ней начнутся сбои. Использование компьютерного вируса против сверхразумных машин будет весьма эффективным. Помните, что происходит, когда компьютерный вирус атакует персональный компьютер или большие корпоративные компьютерные системы. И представьте, что будет в глобальном масштабе. Все системы, процессы, все компьютеры по всему миру одновременно выйдут из строя. Главной помехой может стать антивирусная программа, установленная в системе. Но вот тут-то и проявится человеческая гениальность. Мы умеем мыслить не шаблонно. При создании вирусов мы пустим в ход всю свою изобретательность и креативность. Но компьютер мыслит шаблонно, используя алгоритмы. При создании новых антивирусных технологий он воспользуется известными формулами. Таким образом, наш мозг и одолеет электронный мозг. Мы выявим уязвимые места в системе искусственного интеллекта и создадим компьютерный вирус, который их атакует. Теперь мы должны идентифицировать систему. Сила искусственного интеллекта заключается в том, что она повсюду, но это также ее слабость. Это значит, что точки доступа находятся на каждом углу. Все, что нам нужно сделать, найти самую благоприятную точку, чтобы поразить систему прямо в сердце и добиться стопроцентного результата. Теперь нам нужно добраться до узлового пункта, избегая при этом системы искусственного интеллекта, в том числе дронов, летающих над нашими головами в поисках людей. В любой момент нас может засечь искусственный интеллект и уничтожить на месте. мы введем код в систему команд, которые вступят в конфликт с программой искусственного интеллекта. Возможно, это будет несколько систем команд. Все их выполнить невозможно, но код велит искусственному интеллекту выполнить все команды одновременно. Предприятие рискованное, но мы все же добираемся до узлового центра. Если нам удастся внедрить вирус в систему, он сделает все за нас. Теперь остается только сидеть и наблюдать за разрушением виртуального мира. Последствия Мы победили. А теперь что? Наш мир построен на инфраструктуре, полностью зависевшей от сверхразумных машин. Теперь их нет. Эта инфраструктура для нас бесполезна. Мы не можем управлять ею без искусственного интеллекта. И мы начнем заново отстраивать наш мир. Из уцелевших районов прибывают военные подразделения с провизией и лекарствами. Работа предстоит нелегкая. Нам придется начать все с нуля, как в 1900 году, без систем связи, транспортных систем, без современных лекарств. Но мы живучие и найдем способ возродить наш мир. Что нас ждет впереди? Мысль о восстании искусственного интеллекта кажется невероятной, но она вполне возможна. Искусственный интеллект и его сингулярность, как и все технологии, это обоюдоострый меч. Одна сторона клинка этого меча может дать нам утопию, махом перерубить наше невежество, болезни, страдания, но другая сторона может обратиться против нас самих. Эйнштейн говорил, мы бы не назвали науку наукой, если бы знали, что произойдет. Здесь то же самое. Мы люди, ученые, постоянно пытаемся выйти за границы возможного. Это стремление настолько свойственно человеку, оно заложено в нашей ДНК. Мы не можем перестать заниматься наукой, несмотря на то, что знаем, что она может привести нас к гибели. Если принцип «выживают наиболее приспособленные» является главным законом Матери Природы, что будет, если мы создадим более приспособленную машину, чем мы сами? Тогда мы станем не более чем сноской, очередной запятой в истории «жизнь на Земле». Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал Сергей Дуплов. Субтитры создавал DimaTorzok